самура и пятое колесо прицепилась снизу запаска сама пришла да зачем снимают мало ли что в дороге да я не знаю а тут есть подкачка кстати есть да вы не сделали еще ну не сделали еще я не знаю такое примерно как здесь то есть она не не жестче ну дальше на третьей части на третью часть поедем не а потом болото есть там дальше еще потом болото до борьба с колесом не равна она запаска под машиной смотрите как прицепилась хорошо нифига она так не отцепится самурай две лебезки кино и немцы такого еще не было давай лебедка олег сейчас лебедкой будем снимать ну надежно закрепилась она там нет не а где-то заедешь просто а ты задом заедешь вот сюда и все и все и все и все трансил машину или что Саня ты вместо замены мотора я понял меняешь сразу машину все парится офигеть вот это уровень смотри вон электричка за нами да тут самурай классика полная все в оригинале это колесо не удалит что мешает оно стой стой миш миш давай вперед лебедка миш миш давай его вперед лебедка зацепим и подтянем вон оно зацепилось за эту тихо давай 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 что же лебедку сейчас зацепи а то в рестору вошло в рестору вошло ну так правильно его вперед надо вы сзади там подожди впереди там препятствия могут быть столбик столбик переехали самурай монстр он его раздавил прямо колесом ну вы едина ровная да и все бетонная арматура а как он его раздавил глянь смотри в советском союзе все делали на века на века да цемент весь украли так давай вот одно спору выходит давай там надо столбик а ну попробуй смотрите чтоб там это нигде сильно не давай что делать спатывать февлар не порвать там не беда сняли только лебедкой можно запаску снять блин у тебя самая у тебя самая серьезная машина съем запаски или бедка пятиколесная пятиколесная давай на крышу положим чтоб она не мешала чтоб опять не попала так у меня вся херня в раздавке это сахара то что ты говорил да а мотор 36 а что блокировок нету есть уже а уже есть нет а что еще есть блокировки полуоси другие главные пары другие а я понял все есть подготовили уже короче так летим на третью часть даже видите простая лесная дорожка бокс и елка брызгается болото залетает там должно быть поинтереснее все мы в другом мире тут люди живут и в Киеве и в Киеве улицу и работа у них сразу здесь наверняка хорошо пыли нет последний раз мы тут были пыль такая была куда искали болото точно не помню какое число было примерно месяц назад все в обратном направлении у нас сегодня много машины хорошие сейчас может третью часть раскатаем потому что совсем она танки там давно не ездят и только концовка осталась достойная до этого все очень просто поливают вообще не переставая просто и очень жестко сейчас мы выезжаем уже переезд справа классный лес тут Олег давно не был сомневается правильно поехал или нет все четко вот он выезд вот та сторона где мы только что покрышку вынимали вот она просто рядом переезд но он сейчас закрыт раньше танки через него пускали смотрите да сейчас бы тут конечно колонна танков если бы прошла вот остались только видите вот эти вверх-вниз бугры ну лужи налило тут всегда было не сложно начало да снять бы это все было бы с квадрокоптера как-то спереди летящего было бы красиво да она мокла и дорога нарисовалась вы видите а летом мы ездили вообще полностью все сухое и трава растет вроде и дороги нет толком я на третье одна пониженная очень классный мотор не все его любят из-за недостатка мощности зато надежность выше выше любой нормы если не прохлопать антифриз и масло вечный двигатель у нас все давление в норме температура тоже зеркало вот так выглядит штаны вот так тут сапоги так проедем за за вранглером видите как заросло это то что я говорил что непонятно танково это или или дорога закончилась да раньше такого не было танк нужен здесь танка не гусеничного ничего пока у нас ни у кого нету там был один аппарат на канале но пока там не удалось завершить проект чистая водичка брызгает без грязи шикарно просто едем ну сейчас будут бревна и будет немножко достаточно вязкого такого глинистой почвы грязи такой да вторая половина октября началась а вроде лето чуть-чуть листики пожелтели что-то с климатом творится непонятное так вот тут уранглер может не крутой крутой проехал четко самурай вообще по верху проехал хоть бы хны ни о чем вообще так а вот тут это я перепутал место вот тут сейчас где-то должно быть повезти лере так что тут Саня призадумался бревна наверное дерево лежит технично там там амортизаторы взрослые уже я вижу стоят технично красиво я просто переехал остальным будет чуть сложнее тут серьезный весь дорожник гроза всех японцы рулят семидесяточка очень 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 красиво так Олег Олег пошел другим путем инженер инженер обводные обводные машина поедет это уже второй инженер у нас последний глянь глянь он маньяк идет на зеленом на зеленом подрезать хотел не Олег ему уступит я уже забыл колес он больше давно не не то сильвер настоящий да не но это серьезный внедорожник ух ты блин и нам досталось даже не подрулил это не инженер это маньяк это беспредельщик да смотри сейчас будет сцепление вонять не нормально красиво красиво это вдвоем Олега возьми еще вдвоем выкиньте он тянет лебезку они вдвоем и тянут от лебедки да постреливают да акация да маска у тебя какая модная вообще инженерные мысли смотрим помаранчо революции лёня готовится е е е ханый бабай он по жесткому да да нет ты шоу это это жуаз блин ничего не потерял глумится понял вот эти иномарочники конечно у кого не было уаза они так с презрением относятся с презрением со страхом просто смотрим нам и нам страх все перепрыгнули а что не перепрыгнули все перепрыгнули давай перетягивай там он мелко давай я оттягиваю не стой 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 руль надо было елки палки а так все начиналось и назад и назад передок не крутит да крутит там колесо Леня толкай спасай братуху да нет толкните вместе тогда она поедет хорошо когда когда внедорожник близок к квадроциклу да надо левее левее возьми сейчас влево сейчас полностью влево все теперь назад не крутим назад все намеряй павел пошел ага хорошо оооо блин потерял квалификацию надо чаще почему вот что потому что дальше Олег надо чаще на оффроуд ездить блин ты так будешь раз в три года приезжать это вообще блин странно как ты далеко так заехал это же новый карбюратор ааа вот в чем проблема ладуратор а дудочки посмотрите тут машина серьезная шо там шо это самоликвидатор не трогай как завещал великий бокал блин ходом надо брать она жестко какая-то может есть у кого не знаю еще как люди теряют квалификацию с годами да поехали все ты проходишь теперь прямо ходом подожди лебедку отцепим прямо ходом вправо руль да ты шо шо сломал дерево дерево не самурай хрустнул самураи не хрустят что тебе такое говорили надо путь видео посмотреть заводил ты и справа упал посмотри шо делает посмотри шо творит тестирует вот это круто ого еханый бабай убегаем а то он выхлоп закрыло да сорвал да сорвал да я ухожу за двойки вот все равно на месте выхлоп ого ого мореп и м глушитель слетел он висит смотри блин какие двери интересная слышишь посмотри Опа, понял, хитрый, отправил в будку. Михалыч, иди в будку. Да там все есть. Решетка, да, как в тюрьме, да? Покажи. Да, решетка хорошая. Не, ну тут аппарат взрослый. Сжечь, смотри, какие лавочки там. Классно, аппарат. Слушай, зачем я у вас брал, я с вами мог ехать. Лоханулся. Да, 117-е Сильвера, я не ошибся. 33-е, походу. 33, да? А не тебя ли мы на бревне вместо колеса тащили? Меня. Отсюда же. Все, ого, какой глушитель модный. Это оригинальный или самовар был чей-то? Оригинал? Сука, оно весело. Чего оно такое тяжелое? Надо снять. Из него легче пойдет уже. Сейчас ты ходом пойдешь, тебя дерево еще туда подвинет. Куда оно? Ух ты. Насколько лучше работать стало. Ёх ты бабай. Вот это жесткий. Вот это да. Короче, этот глушитель тянул вас к земле. И в сторону. Так, тут тяга панара отвалилась. Идет ремонт. Идет ремонт. Блин, одно бревно и сколько проблем сразу, блин, у всех. Что это еще одно такое? Креативный подход к дворникам навстречу работает. Так интереснее, конечно. У меня в одну сторону. Вот лишние запчасти, да? Говорит, а у лендровера панара не подходят. Не та прочность, да? Какая-то тонкая, да, очень. Видел наконечники у лендровера. У меня, наверное, взял упазли толще раза в два. Мы когда-то в ручье погнули, я когда увидел, говорю, это родное такое. Оно такое, как мизинец, короче. Вообще просто. Ну, наверное, на рулевой тяге. Нифига себе, это недавно сделали? Я думаю, что за ним едешь, ничего не видно. А тут выхлоп на уровне капота, да? О, подровнял. Он тянет лучше, чем ледит. Да? 9600? Логотип, да, вместо значка на капоте. Да, нормально. Да, пойдет. Так, УАЗик после ремонта. Едет передо мной, в общем. Да, как-то грязновато у нас тут. УАЗик. УАЗик. Продолжение следует...